Добраться из Самары в аэропорт теперь можно без лишних затрат. 150 рублей и у нас в руках билет на Аэроэкспресс. Причем за багаж, ну если бы у нас конечно был, доплачивать бы не пришлось. Это входит в цену билета. Электрички будут курсировать туда и обратно 4 раза в день. Доставить до Курумыча обещают примерно чуть больше, чем за час. Проверим так ли это на самом деле. В новый рейс Аэроэкспресс провожает губернатор Николай Меркушкин. Областное правительство, сообщает он, выделяет почти 5 миллионов рублей на этот маршрут. Специалисты, эксперты считают, что он будет загружен. Если не на 100%, то на тот минимум, который сегодня необходим для того, чтобы дальше этот маршрут работал и работал набирая обороты. Четыре вагонные электрички могут вместить в себя 400 человек. Здесь удобные кресла, кондиционер, биотуалеты. В общем, вагоны повышенной комфортности. А главное, никаких пробок и пыли. Наоборот, живописный вид из окна. Удобством нового маршрута восхищаются и первые пассажиры. Очень мне подходит и очень нравится, потому что без пробок, без всяких, без задержек. Раньше на 78-м автобусе с поляной Барбошиной, ну там хоть и 23 рубля стоит, но, во-первых, и долго идет он. На маршруте всего четыре остановки. На станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Итак, время в пути от железнодорожного вокзала до станции Курумыч час 16. И уже на выходе нас ждет автобус. Мы едем налегке, а вот пассажиры с чемоданами точно оценят удобный пандус. Да и саму станцию полностью отремонтировали. На данной платформе, вы видите, были установлены теневые навесы, оборудованные лавочки, сходы, дополнительный съезд для маломобильных групп населения. Поменяли вывески, соответственно, информационные стенды размещены. Ну то есть комплекс мероприятий. Расписание Аэроэкспресса составляли с умом. Учтено время прибытия и отправления самолетов. Так пассажиры четырехчасовой электрички успевают на девять рейсов. Ждать придется не больше часа. Наш пассажиропоток, который прибывает, убывает. Порядка тысячи пассажиров под это время, плюс 30% провожающих встречающих. То есть если даже 10% будут сейчас начнут пользоваться, это уже порядка 150-200 человек на одном поезде. Уехать из аэропорта на электричке можно будет даже в 4 утра, когда не ходит общественный транспорт. Пока что билет можно купить только в самих вагонах у проводников. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.